Серьезная авария, в которой погибли люди, произошла на территории Оренбургской области. Под Бугурусланом Приора выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с УАЗом. В результате водитель, молодой человек с 95-го года рождения, скончался по дороге в больницу. Ученица 11-го класса школы Осикеевского района также погибла. Еще трое школьниц 10-го и 11-го классов с ушибами и переломами госпитализированы. Водитель УАЗа с переломом колена доставлен в больницу. О других происшествиях расскажем в нашей постоянной рубрике «Ориентировка». Празднование Международного женского дня едва не закончилось гибелью двух оренбуржцев. Драка между посетителями кафе на рынке «Сокол» разыгралась ночью 8 марта прошлого года, как оказалось, из-за внезапной ссоры двух дам и хмельной неразберихи. Судья оглашает показания сожительницы подсудимого. Кунафин зашел в кафе, она пила пиво, выйдет из кафе, не начал ругаться в связи с тем, что она не хотела ехать домой. Проходя мимо компании, стоящей, то есть девушки и двух парней вырубывались нацензурными словами, которые были отринтересованы к Кунафину. «Данная компания неправильно ее поняла, потому что она сказала в их адрес. Убежал парень данной девушки, Кунафин переглядил ему дорогу и пытался регулировать ситуацию». И урегулировал с помощью кнопочного ножа. Одному из участников конфликта досталась в грудь, другому в шею. Молодые люди чудом выжили, спасли медики. «Связь повреждения гидрана в шее, справа с повреждением хиромной вены». Владимир Кунафин в свои 20 с небольшим неоднократно судим, однако очередной приговор он слушал с нескрываемым волнением. Узнав новый срок, у подсудимого подкосились ноги. «Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии трогого решения». «Владимир Владимирович, приговор понятен?» Еще 100 тысяч рублей на компенсацию морального вреда потерпевшим. Адвокаты и его подзащитные до последнего надеялись переквалифицировать преступление на менее тяжкое. Умысла на убийство не было, утверждал подсудимый. Однако у суда другое мнение. «Подсудимый вину свою признавал частично. Суд, вынося решение, полностью согласился с позицией государственного обвинения и признал Кунафина виновным в покушении на убийство двух лиц». Не возражает против приговора чудом выжившие в мартовской поножовщине оренбуржцы. «С приговором согласны?» «Да, да». Тем не менее, на обжалование приговора у сторон есть ровно 10 дней. Загорелась приора. Эту видеозапись нам предоставили очевидцы. Сегодня в степном поселке в 6 вечера полыхнул автомобиль. ЧП произошло в районе МЖК. Как сообщили сотрудники МЧС, на место выехало два боевых расчета. Машина была охвачена огнем всего несколько минут. К счастью, никто не пострадал. Рядом не было ни людей, ни других автомобилей. Причины происшествия пока выясняются. В Оренбурге за последние сутки в пожаре погибло два человека. Первый несчастный случай произошел в гаражном кооперативе номер 113 на проспекте Гагарина в городе Оренбурге. Полностью выгорел один из боксов. В момент возгорания в гараже хозяин чинил свой автомобиль. Пожарным удалось вытащить мужчину из огня. Однако он получил сильные ожоги и надышался дымом. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Сегодня утром потерпевший скончался в больнице. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки. Второй случай произошел в Тотском районе. Частный жилой дом горит по всей площади. До пожарной части 10 километров. То есть время прибытия площадь пожара составила 12 квадратных метров. Время прибытия подразделения – 12 минут. Трупы и инвалиды первой группы. В настоящее время проводится проверка по факту пожара. Время прибытия. Либо обладает информацией о его местонахождении – просьба позвонить по телефону, указанному на экране.